Приветствую вас дорогие игроки! В этом выпуске календаря событий я расскажу о тех ивентах, которые будут проходить в игре с сегодняшнего дня по 26 число включительно. Пару ивентов из всего списка я бы отнесла к разряду простых. Это такие события как Куб Удачи и Турнир Королевской Охоты. Это то событие, в котором с помощью стрел мы с вами убивали большого-большого зверя. Кстати, второй ивент давно не запускался. Я знаю, что в него внесли некоторые изменения, а какие именно мы увидим уже в игре. А сейчас я расскажу про более интересные ивенты, которые как правило не остаются без внимания игроков. Один из таких ивентов это рыбалка. На нашем канале уже было несколько видео, в котором я подробно рассказывала про эти события, но в этом видео я хочу показать, как работают эксклюзивные реквизиты в этом ивенте. Итак, я использовала золотую удочку, она поможет мне сэкономить мое время, то есть рыба будет клевать чаще. Активировала яркий жемчуг, он повышает шанс клева рыбы. Включила бальзам, с ним у меня будет меньше рыба срываться. Включила птицу, орлана, и буду использовать сеть. А сейчас давайте посмотрим, как это все будет работать. Лично у меня к удочке и бальзаму вопросов нет, они действительно нужны, они действительно работают. По поводу яркого жемчуга, интересная ситуация. Я на самом деле много рыбачила, не только на тестовом сервере, я активно участвую в этом ивенте в игре, занимаю высокие места в рейтинге. Так вот, яркий жемчуг, по моим наблюдениям раньше, ну, наверное, не работал, потому что при его использовании особо ничего не менялось. А вот в последнюю рыбалку профит с своего использованием вырос, ну, то есть значительно, ощутимо, было больше очков. Может быть, это совпадение. Конечно, одной рыбалке недостаточно, чтобы сказать точно. Но то же самое я слышала еще и от других игроков. По поводу бальзама. В нем есть смысл, потому что с ним можно получить примерно на 30% больше очков, нежели без него. Вот и добрались мы до этой чудо-птицы, орлан. Я на самом деле в игре его очень редко использую, но только тогда, когда приходится купить пакет, в котором он уже есть. Потому что толку от этой птички, ну, нет абсолютно никакого. Как правило, через полторы минуты ее съедает акула, а за эти полтора минуты она может поймать одну-две рыбки, а может вообще ничего не поймать. Соответственно, специально эту птицу покупать вообще нет никакой необходимости. И последний предмет это рыболовная сеть. С ней бесспорно удобно, потому что за один заброс мы получаем несколько одинаковых рыбок, соответственно, экономим наше время, получаем больше очков. Хорошо использовать сеть перед закрытием рыболовного угодья. Но если вы боретесь за высокое место в рейтинге и хотите обогнать своего оппонента, она бесспорно вам поможет. В общем, реквизит удобный, но обычно стоит он недешево, поэтому каждый сам будет определять, достойный ли он вашего внимания. А для комфортной рыбалки вполне будет достаточно золотой удочки и бальзама. После самой рыбалки я не удержалась и зашла на рыбный рынок. Здесь увидела некоторые изменения, ну вот, к примеру, добавили строку с указанием количество золота. Это бесспорно очень удобно. Многие игроки тратят значительное количество золота для обновления магазина. И хорошо, что теперь они смогут видеть свой баланс онлайн, им не нужно будет переходить на страницу своего замка. А изменения в системе скидок в этом магазине меня совсем не порадовало. Раньше минимальная скидка была 20%, а сейчас 10%. Обновляла сейчас магазин на тестовом сервере. В принципе, эта скидка в 10% появляется не так уж и часто. Но это изменение нельзя назвать положительно, мне оно не нравится, и я обязательно сообщу об этом команде в Аредмедж. А сейчас мы рассмотрим следующий ивент, это приказ розыска. Ивент достаточно простой и многим нравится выполнять эти несложные задания. Что касается наград, их существенно не изменили, а это значит, что игроки смогут собирать и дальше вещи агрессии в этом ивенте. Споры о сете агрессии, разговоры, насколько и кому этот сет подходит, ведутся в игре по сей день. Сложно дать однозначный ответ, но в принципе, если на данный момент у вас нет седьмого снаряжения лорда, то по этой стоимости сет агрессии приобрести вполне себе можно. Главное заранее распланировать слоты в снаряжении лорда. Это все ивенты, которые были заявлены в расписании для календаря событий. Конечно, кроме этих мероприятий, в игре будут запущены секретный приказ, сокровище злого дракона и какой-то ивент сюрприз. А я с вами прощаюсь, до новых встреч и успехов вам в игре!